Она хотела хорошего секса, а тут появился ты. Когда смешно будет? Ну и с последнего, типа, в день рождения Баскова. Ко мне подходит Песков, есть лицензионный коронавирус, а есть какой-то пиратский. Я пришел на встречу, она говорит, уходите. Меня поселили в салон эротического массажа. После этого у меня райдер появился. Какими бы ты хотел видеть свои похороны? Вот мы недавно в семье прилетели, у нас там Мейшей Файфер была, Леонардо Ди Каприо. Ты приходи тоже. Ты начал заниматься стендапом. Ага. Да? Ты сейчас к чему-то готовишься, к какому-то концерту, куда-то сдаешь материал? Я сейчас... Слушай, вот лето было, типа, много мероприятий, работы. Я пока, видишь, пытаюсь совмещать. У меня очень много написанного материала, который я пока еще не проверял. Я сейчас как раз вот в ноябре, типа, в декабре, в начале следующего года, как раз когда у меня такое будет в межсезонье, просто попроверять его, позабивать, пособирать, потому что там, ну, как мне кажется, есть интересные такие замуты. Вот посмотрим, что получится. А так вообще у меня был сольник. Даже я собрал, типа, программу минут на сорок пять, наверное, вот. Собрал сольник, все прикольно прошло. Потом еще раз повторил эту же программу с небольшими изменениями. Там что-то хыкинул, что-то добавил. Тоже все прикольно было в плане материала. Ну, то есть я доволен этим. Такой, знаешь, результаты годовой работы. То есть вот, в принципе, есть чего отталкиваться. Сейчас я уже спустя, там, почти два года уже смотрю на это и понимаю, что эти вещи точно нет. Вот это хорошо, но можно это сделать намного поинтереснее, поглубже копнуть вот эту тему. Вот. А так в планах, ну, никак не могу я, знаешь, на YouTube начать это все выкладывать, потому что я смотрю на, там, Славу Комиссаренко, Ваню Совича. Ну, понятно, что у них там медийный опыт, бэкграунд есть. Ну, там, Серега Орлов тот же. Да, просто вот начал все сам делать, и никто ему не нужен. Ну, сейчас аутсайд стендап хочу попробовать туда. Пока мы в процессе, там, дважды уже показывал свой материал. Вроде все хорошо, там, надо чуть-чуть допилить. Вот, если выгорит, ну, типа, может, поставит куда-то там, не знаю, посмотрим. Хочется каких-то таких тем, конечно, сложно, чтобы все это было и смешно, и как-то оригинально. Ну, у тебя, видишь, да, у тебя есть плюс в том, что ты начал этим заниматься недавно, и у тебя, чем меньше ты будешь смотреть, есть несколько путей, когда ты, один путь, это когда вот ребята, которые высматривают весь стендап, знают наизусть всех комиков, знают каждую шутку, и у тебя там вот так строится. А есть путь, условно говоря, например, других людей, которые вообще ничего не знают, абстрагируются, вот он в своей маленькой вселенной так это видит, и у него получается как-то самобытно. Ну, да, потому что даже в отличие, там, от того же КВНа, там, не знаю, в стендапе, ну, по идее не может быть пересечений шуток, потому что даже на одну и ту же шутку, одну и ту же тему два разных человека по-разному, ну, смотрят. Да. Да, и, ну, а когда ты шутишь про то, что, там, не знаю, у таксистов, блядь, слишком много гаджетов, понимаешь, ну, а где тут твои переживания, типа? Ну, не знаю, вот, ну, это мне так кажется, хотя я прекрасно понимаю, что чтобы на корпоратах работать, нужны как раз такие шутки, которые будут всегда работать, всегда заходить, просто вот как... И корпораты, и стендап, это вообще, это, это очень сильно нет. Слушай, я однажды выступал со стендапом на корпорате, меня что-то подтащили, я вообще кайфанул. Я приехал. Ну, там, я знаешь о чем? О том, что там это другой материал, специальный, подготовленный, то есть это совершенно не про твою историю личную, то есть есть номера, которые можно показывать на корпоративах, ну, вот я сколько не пробовал это делать, мне вообще это не доставляет удовольствия, то есть если с точки зрения того, что перейти просто на то, чтобы тебе платили за это деньги, да, то это как бы можно подготовить специальный номер, в котором ты будешь выступать, да? Но когда ты, это не про рост себя, как стендап-комика, мне кажется. Точно нет, точно нет, точно нет. Вот, но мне понравилось, я приехал на мероприятие, меня встретили, провели в гримерку, накормили, напоили, подошла девушка, сказала, пора. 15 минут ушел. Я вышел, там было настроение по 10 минут, 10 минут рассказал шутки, которые я даже, я даже не готовился, ну, потому что я ничего не повторял. Да, ты со стороны сейчас говоришь ведущего, который 6 часов ведет мероприятие, да? Да, и уехал, я уехал, кайф вообще, шикарно. Да, это классно. Что там дальше будет с этими людьми? Ну, они зашли, как бы, ну, действительно, когда твои шутки, когда у тебя проверенный материал, который везде работает, ну, он не может не сработать вдруг, ну, по какой-то твоей вине. Если тебя хорошо слышно и видно, да, и люди не совсем в говно, то он точно сработает, ну, как ни крути, вот это, это клевый опыт комедии, когда ты, ну, когда у тебя есть там твой материал, который уже тут железобетонный, ты прям знаешь, что ты выйдешь в любом городе, на любую аудиторию, и он точно сработает. У меня там был недавно, я выступал где-то, там была такая аудитория в зале, ну, типа, у меня там был блог про детей, я говорю, у кого есть дети, блядь, один человек в зале. Я понимаю, что, блядь, нет, им вообще это не близко. Я, типа, слился с этой темы сразу. Вот это вот иногда, потому что, то есть я же шучу про себя, а мои проблемы людям, которые сейчас любят очень стендап, молодое поколение, там, 20 лет, да там, ну, им это вообще не близко. Про карту, пушкинскую карту, шутка. Увидел комика, которая разорвала в зале. Я, блядь, даже не знаю, что это. Какая-то студенческая карта по музеям, ну, типа, я вообще не в курсе. Вот. Ты угораешь с жены своей? Она у тебя веселая? Ну, в смысле, есть веселая история с ней? Слушай, она максимально веселая, вот. Я на ней шутки проверяю свои вообще, потому что точно знаю, что она мне скажет, как есть, скажет, блядь, нет. Ну, может быть. Ну, а ты, а смотря для чего эта шутка? Типа, ну, такое. Вот, сто процентов. Вот. Но мы с ней на почве юмора-то и познакомились изначально, вот, КВН, и мы вообще всегда угораем, смеемся. Она хотела хорошего секса, тут появился ты, она начала смеяться. Да, она поняла, что нет, юмор все-таки важнее. Хороший секс, да. То есть и дети у нас тоже все на позитиве. То есть смешных историй с женой, но сиськи она сделала, но это не смешная история, мы смешно это в инсту выкладывали. То есть у меня в тот момент у меня охваты выросли просто нереально. Сколько денег стоило? 1300, наверное. 300 тысяч за сиськи? А ты осознанно, вот, знаешь, это тот момент, когда наступает вот у мужчины, что, типа, реально все настолько было плохо с грудью, что надо было делать. А слушай, это же вообще, я тоже так думал. Я думал всегда, зачем, это опасно, зачем тебе это надо, да это глупости все, это там приколы, там инстаграмная какая-то мода, тренды. Сейчас ты понимаешь, что это нет. Потому что если бы мне сказали, вот серьезно, я вот захожу к зеркалу в трусах, в ванной, мне бы сказали, ты за 200 тысяч можешь сейчас сделать себе кубики. Охуительный пресс у тебя будет. Полдня займет времени, все уже делают это вообще, никаких побочек не будет. Хочешь? Да. Естественно. Ну, типа, потому что я прекрасно знаю, что если я буду смотреть на себя, у меня будет офигительный там пресс, я сейчас просто так все говорю, то я буду себя чувствовать лучше сам. Даже если все остальные люди скажут, да у тебя все классно, но важно же, как ты сам это все видишь. Ну, наверное, да. Поэтому я считаю, что это абсолютно нормальная история. Тем более сейчас, когда это просто как к зубному сходить, знаешь, типа, ну. Ну, а сейчас они стали какие-то более упругие. Да вообще, ну, вообще. Ты смотришь на них, они тебе нравятся? Вообще другой мир. Вообще. Какой размер стал? Я в этом не разбираюсь, по-моему. Второй, второй, два с половиной, что-то такое. прям, ну, круто. Она довольно счастлива, я счастлив, она очень, она и так была красивая, сейчас вообще вопросов нет, да. Если раньше могу сказать, у вас, конечно, красивая жена, ну, вот, сейчас, блядь, вообще вопросов нет никаких. Вот. Мы, ну, спокойно к вам относимся. Вот. И еще я заметил, что женщины, когда чего-то хотят, они всегда издалека заходят. То есть я сейчас анализирую, мы вот ровно в январе, в начале этого года сделали эту историю, а я помню, что она начала говорить об этом года четыре назад. И мы все-таки в шутку спускали, нет, и потом это пришло к этому. Вот. Поэтому я сейчас анализирую все, о чем мы когда-либо с женой говорили, потому что рано или поздно это, ну, реализуется так или иначе. То есть женщины заходят всегда так издалека, аккуратно. А на мероприятиях у тебя были интересные, веселые истории, которые тебе в голову первое приходят? Ну, например, я могу тебе рассказать про свою, которая мне первое в голову приходит. Я как-то на мероприятие был, где чувак насрал в письюар. Вот такая была свадьба, где чувак почему-то решил насрать в письюар. У тебя такие какие-то ситуации бывали? Ну, таких как бы. Это не бывало. Ну, слушай, веселых-то много, надо сейчас сложно вспоминать, но из последнего, типа, я вел день рождения Баскова, фрагмент, там, первые два часа, скажем так, потом он вел его сам. Вот. И в рамках этого дня рождения я делал пранк с гостями, которые там были, известные, типа, Лев Лещенко, там, Иосиф Пригожин, Игорь Куртой, вот такие вот, тусовка. Вот. И там был пранк. Ну, все сейчас кто в топе. Да, да, да. Звучало в том, что я им звонил, короче, по громкой связи, представлялся организатором мероприятия, предлагал им всякую дичь, они там соглашались или нет, мы это все снимали, потом показывали, да, и люди угорали, потому что, типа, ну, розыгрыш, телефонный пранк, такая классика. Вот. И я стою, короче, ну, прошел этот ролик, типа, круто залетел вообще, я так оценил реакцию, типа, ну, приятно, труд оценили. Вот. И я стою где-то в районе Пультовой уже, на Бэйке, скажем так, что-то ходят гости, ко мне подходит Песков с женой, говорит, о, а я был в кадре только что. Песков. Песков, да. А я был только что на экране в кадре, то есть, они понимали, я как, я звонил, медлитный был у меня, он говорит, о, Типа, говорит, это ты там сейчас только что был на экране, я говорю, ну, да, он говорит, очень классный пранк получился. А я ему говорю, и у вас тоже. Вот. Ну, мы втроем поржали, вот, но я считаю, что это классная шутка, типа, ну, мне она понравилась, вот, понял он ее или нет, это уже другой вопрос, но я считаю, что у них тоже классный пранк получился. Вот. каких-то таких вот смешных ситуаций но они наши такие основания в контексте какие-то бывают я вообще люблю эту профессию за людей потому что люди это просто невероятные то есть условно говоря знаешь была невеста как-то которая не написала типа мы с мужем поругались можно ли вернуть деньги я пишу согласно договору удерживается неустойка ангет ладно мы тогда подумаем у меня был классная история недавно когда я пришел на встречу организатор были я жених ждем невесту она задерживается тем что болтаем ни о чем пьем кофе костандартная история проходит час час приходит невеста как забегает снимает пальто не здрасте не извините такая просто блять я такой сижу я беру здравствуйте она не горит здравствуйте я говорю круто что вы типа круто что вы приехали типа наконец-то начнем типа надо копаться сможет еще посмешнее ничего не придумал я сижу такой в смысле я вообще не понял она горит не смешно когда смешно будет я говорю если вы хотите могу сейчас просто стать и уйти на горит уходить я встаю и ухожу но прикинь типа вот такие вот люди бы было бы смешно если бы она сказал не смешно а негра понял то есть еще хуже было бы если все я просто ушел потом у второй ведущий тоже получился от нее там кого-то ну как неадекватно было абсолютно да и я потом машине сижу так уеду но мне было бы обидно время потраченное но я подумал что-то слава богу что вот типа эта история попадет в наш эту историю поведет наш до разговора я просто мы разошлись потому что очень круто когда ты там давно работаешь давно этим занимаешься можете позволить выбирать людей это сто процентов вообще я считаю что это самое лучшее что может быть потому что когда и на этапе того когда какие-то люди платят тебе деньги и ты понимаешь что это вообще не те люди с которыми ты бы хотел вообще проводить время то лучше отказаться да я думаю что слава богу что у нас была встреча потому что это могла быть как иногда бывает вот эти все закинули тебе предоплату все тебя вот разберемся ближе к делу разберу знаешь кстати говоря что такие люди которые вот так вот себя ведут как правило самые лучшие которые знаешь звонят год они даже не замет короче так вот сколько 700 берите забирайте давай увидимся в 6 там а вот те которые так назначить вот это вот это вот это вот это шутки говно туда говно да да самый кайф введение вот это для последней несколько лет я только понимаю что просто работать с людьми с которым типа по кайфу вот они тебе и заплатят больше и они хотят именно тебя и им с тобой по кайфу ты с ними по кайфу если есть какой-то напряг или там ладно там напряг может быть он потом может там разгладиться а здесь кто-то негатив ну типа мне тут звонила тоже одна говорит типа свободно того что города понедельник понедельник в ноябре что ли ну типа в марте ну супер не востребованный день вообще у всех игры свободно говорит мероприятие серьезный человек в общем надо будет провести все аккуратно деликатно я говорю окей типа давайте сейчас созвонимся с именинником день рождения мужчины перед этим давайте с вами обсудим что-то чтобы были готовы к встрече игры супер давайте вместе сколько вопросов а что за именинник кто это кто это сколько лет кто это карет ну неважно это вызвать слишком много вопросов это неважно очень уважаемый человек игру окей крик это сверху скажите какая чиновник депутат бизнес игре бизнес игроки и что там будет ну там будет то то там будет то то а счетом будет поздравление как номер будет от девочек поздравления я горю от каких девочек такая но она прям с агрессии на меня типа это неважно закипает они нравятся неважно игры ну просто интересно это же он и друзей может быть либо его подруги какие-то либо это какой-то там артисты какие-то приедут какое-то поздравление там типа женский какой-то что-то там вот концепция такая говорят общем неважно вы это непрофессионально мы с вами не сработаемся на мне говорит вы слишком грустно говоря вы понимаете мне очень важно знать для кого работаю и вы не просто мне создали денег я поехал даже даже в понедельник я так раз понимаю что лучше конечно заработать денег игру поэтому давайте наверное да и не будем ни с кем созваниваться найдете кого-то там кто вам нужен вот в итоге оказывается что это какой-то богатый человек какая-то там какие-то шлюхи блять которых он там снял блять человек 30 на своем день рождения я только подумал блять несколько лет уже я не хочу вести мероприятие где какие-то где проститутки блять поздравляют именинника нет ну типа вообще мне это не близко никакие не спич считали бы смешной ну-ка вы муж там не бреги это проститутки которые по майкам покатались проверили материал да слушай а какие самые нелепые ситуации у тебя происходили ну веселые ну условно говоря знаешь из разряда когда ты там имя говоришь не то и невеста не самая одна из забавных ситуации это когда проиграл кастинг ведущих на африканскую вечеринку реально прикиплить ржал пиздец ну то есть я не знаю по ким может быть цена может быть просто не понравилось то что я им предлагал там но это просто очень смешно сам по себе углу какой-то обычный там русский парень олег билецкий ну там условно на какой-нибудь вот но типа это смешно а так всякие ситуации на стресс них не попадать потому мне не страшных по призму что могу отшутиться всегда вот если я перепутал какое-то имя я вообще всегда тут же могу отшутиться и одна из моих коронных шуток ну как коронах я однажды я сказал и она два раза я сказала она зашла я никак не могу сделать так чтобы это говорить постоянно точно очень смешная дело был так какой был корпорат а был чувак в очках айтишники какие-то я типа горю артем идите сюда мне говорят это не артем это андрей потому что они в очках с бородами похожи были игру вы все белые мне на одно лицо понимаешь все ее от меня в контексте это шутка конечно же разорвала вот и типа потом есть как раз тоже заходила то есть ну типа ты сам подставляешься чтобы потом про себя про себя пошутить опять же да что ты такой вот особенно по каких-то там смешных случаев там она на гастролях был ну как на гастролях ездил в другой город меня поселили мера после этого не райдер появился четкий меня поселили в салон эротического массажа салон эротического массажа да и захожу в гостинице такая полут приглушенный свет я такой думаю прикольный стильный тип отельчик такой впереди помыто было захожу в номер сажусь прикольный номер большой такой достаточно хороший чистый все здорово рецепшн там это слишком пошлая картина висит красивый но шловато и такая в отелях таки не вешает и такой иду на ресепшн типа туда-сюда что-то там ладно пойду на мероприятие еду на мероприятие представляю как ты звонишь тридцать а у тебя телефонная трубка в виде дилда и ты такой вот давайте вот позвонил короче пошел на ресепшн там никого не было поехал на мероприятие вернулся пуската кальяны какой-то женские голоса какие-то игру блять беру а что за отель вас на горит но у нас салон массажный игры смысле и глаза когда ты понял что тебя поселили в салон массажный да я просто съел типа лучше подешевле было но подешевле поселили когда я приехал в этом не распаковывал вещи особо там собрался типа и уехал в отель сам снял типа жил нормально ну типа какие-то просто интересно как организаторы пришли к тому и типа может быть это чей-то батя у него держит от массажа я думаю знаешь как обычно бывает это просто это респект с мм чекам массажки но они где-то разместились по ссылкам где ищут отели цену поставили чуть ниже там где 500 там вместо там 3 500 по средний рынок средний рынку вот и все и люди приезжают ну типа очень странность и таких вот глупости было вот таких вещей а с тобой бывало разговаривали когда там знаешь типа условно говоря у меня как-то была история во владивостоке на рынке у нас есть китайский рынок это считается одно из самых топовых мест я как-то прихожу на китайский рынок и начинаю китайцу говорить ты меня понимаешь мне нужен этот цвет ты меня понимаешь я тебе говорю и чувак говорит я тебя нормально понимаю на чистом русском я бурят суши меня про это блок целый есть короче это постоянная история это в самолете недавно и летели обратно как раз с отдыха я сижу три места одного окна я сижу прохода тут два свободных я знаю что тот сейчас придет и когда кто-то придет естественно встану пропущу их и сядут ну блять вообще а мои там себя где-то вот напротив там все месяц подходят две женщины смотрят на меня смотрят на эти места и вот это вот начинается знаешь типа тут все будет это тут начинается я сижу были просто угораю должен подыгрывать начать я говорю вам против надо типа все проходит вот эти вот люди блять но меня обезьяны называют понимаешь после этого всего и таких еще у меня шутка там есть что типа единственный человек который в крошке картошки видел меню на английском языке ну потому что это всегда так люди со мной не начинают разговор потому что я сажусь в кафе где-нибудь ресторан особенно в регионах москета попроще я прям вижу как официант и вот они ждут блять когда я скажу я грузу раз знаете нормально знает да ну что по-английски постоянно пытается разговаривать смешно однажды в лифте вот в турции в отеле ехал с русской пары пожалуй такой лет 50 и они хуесосили черно жопах они говорили про тебя в том числе заебали черно жопы и блять куда не сунься блять везде они блять вот мы дохали первого этажа им искал просто хорошего дня и вышел но они подохуели немножко такие вот это вообще прикольная тема обожаю я как-то на пхукете был и там есть острова пхипхи называются они это проходит какой-то фестиваль и мы туда поехали на этот фестиваль в общем-то я сижу и пытаюсь чуваку бармену объяснить у меня что-то там про волос я ему говорю юх а у меня английский такой достаточно интересный я могу юхев иглз 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 да и я думаю что вы если потом когда мне ну как бы объяснили я понимаю что я просто чуваку говорю типа у вас есть орлы вот у тебя есть жизни вещи которые тебя сильно веселят уже меня еще веселит все что в стране происходит последнее время не очень веселит вся история которая сейчас происходит с коронавирусом вообще просто веселит вот эти вот моменты когда там типа нужно носить маски нужны пцр тесты просто когда прилетаешь из-за границы в россию тебе дают в самолете анкеты где-то должен заполнить они не это никакой не номер они без штампов какая-то просто хрень которую надо как бы заполнить написать как-то зовут откуда ты прилетел где-то живешь номер паспорта и там болел ли ты пересекался ли ты с тем кто болит стандартная анкета и подпись поставить чем там написано что если вы дадите ложные показания это будет ответственность уголовная какая-то вам применена да и когда ты выходишь через после паспортного контроля сидят все оцеплено и сидят люди на столик в который забирают все эту анкету и без этого ты не можешь выйти как бы ну якобы вот и соответственно эти данные попадают потом на сайт госуслуги и тебе приходили что должен делать пациент еще не там несколько дней когда ты прилетел откуда-то ну то есть такие правила я всегда пишу туда не свои данные последний момент раз я писал был смит город воронеж улица лизюкова это по мультику помню какие-то данные паспорта какие-то что-то еще и я подхожу дают анкету женщине она и берет меня внутри я веселюсь потому что я принял что это никому не надо вот делаю несколько шагов дальше она меня молодой человек окрикивает это думаю ну не сработало придется писать какие-то наверно настоящий я к ней поворачиваться не верит а номер дома понимаешь я пишу просто 7 и иду дальше вот мне данной семье прилетели у нас там мишель файфер было леонардо дикаприо просто но потому что не это веселит с каким они серьезным видом просит мне эту анкету все она никому не нужна то там про маски протяжи то есть про но когда они ну это разве не смешно когда тебе говорят о том что в театр можно в кино нельзя в ресторан нельзя там не знаю куда там можно у тебя блять непонятно если или там запрещены мероприятия кроме государственных ты будешь блять чем прикол то что вы чё вы хоть чем государственных мероприятий хадис не болеют да и вот это вот все очень смешно и я не знаю кто это все придумывает но у меня даже была теория даже поспица в инстаграме что типа сергей семёныч я писал собянина открытое письмо игры у меня есть ощущение что кто-то вашу подпись пиздил но не может адекватный чек такие законы принимать вообще который сейчас происходит выйти запреты можно нельзя ограничения да это самое веселое что сейчас есть или когда типа ты переболел у тебя есть антитела и ты можешь не делать тебе прививку получить qr-код потому что тестина сила ты переболел но ты можешь получить ее только если ты переболел официально то есть если ты вызывал врача и там куда ты записывался если ты переболел сам дома например пошел сделал тест вот у тебя антитела то это не считается если лицензионный коронавирус а есть какой-то пиратский слитый с торрентов не знаю да это все очень тупо этого точно что ты задумывался на тему того каким какими бы ты хотел видеть свои похороны как бы ты хотел чтобы они были организованы вообще это важно да похе ну типа слушай если порассуждать можно конечно порассуждать типа как бы это могло быть но наверное как-то вот знаешь как как были похороны у этого баскетболист который разбился вот это было круто да потому что там то есть это к не православная история абсолютно мне вообще все что связано с православием не вообще не близко и к этому спокойно это похоже принимать принимаю да мне это вообще не близко тебя у меня вся моя семья типа православно даже дети жена очень хотела вот поэтому что-то такое типа кого-то немножко позитивный клевый стори тэлинг ваша люди вспоминали про меня какие-то клевые вещи чтоб типа как-то вот собрались какие-то близкие мне люди которыми там но мне было приятно ты приходи тоже вот скажешь вот приходил ко мне на а ты какого года 84 84 постарше до вероятность существует но знаешь я про то что многие люди они но я имею ввиду старшего поколения бабушки и дедушки они постоянно откладывают на похороны то что они переживают какие будут похороны как это все будет проходить но я мне кажется что по сути ведь все равно ну типа не будет такого что мертвец станет скажет блять кружева вот вообще просто классная вообще мне нравится кружева просто вообще красиво гроб красивый тени все равно же человеку но нет просто не очагу все равно нам с тобой все равно бабушки которые там воцерпленные там не знаю читают эти религиозную литературу ходят церковь общаются с батюшками да типа уже готовится к какому-то переходу в в новый мир и наверное им это важно вот наверное православная религия учит тому что это как бы наверное важно вот но кто знает как мы будем чтобы думать когда мы будем понимать что нам осталось пару лет может быть там тоже это будет включается какой-то маячок да я знаю да мы же через это не проходили но в целом конечно посрать ну типа эти какая разница я знаю чувака одного который организовывал похороны своей мамы и он сделал их прикольными вот он меня это конечно удивило в целом что вот это один из первых людей которые я знаю который сделал организовал похороны то есть там было прям прикольно то есть было красиво на берегу моря шатер до стульяки аварии понимаешь ну слушай мне кажется похороны это нужно тому кто их организовывает исключительно да и наверное ему было важно сделать именно так по какой-то причине там всякие гештальты какие-то не закрыты может быть не знаю я бабушка умерла года два назад под новый год прям и я помню что этот весь процесс меня вообще был максимально неприятен но потому что я не понимал зачем я нахожусь именно вот про эти все оформления да вот это что вот эти же такая какая-то тоже интимная абсолютно история ты приходишь куда-то какой-то бланк тебе надо выбрать урну для кремации любителя какая разница как а что это отпевание какой-то команды ну это я так вот атеистическая моя душа так вот это все смотрят вот таким образом но возможно там кому-то это важно слушай я ведь сравнивал кстати тоже эту ситуацию вот эти вот этот процесс процессом свадьбы по сути вот те кто отпевают вот эту всю тему а это выглядит как выездная регистрация на таком же потоке женщины из загса которые знаешь проводят типа вот он сказал эти слова отправили следующий он не пропускает это через все потому что у него не больно ему неприятно и ну то есть у него не ощущает всех этих эмоций да это выглядит достаточно так ну и вот эта вся история на той же интонацию кстати все эти по выберите вот это давайте вот подберем у нас такой есть пакет три предложения такое 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 да все это вот в целом вообще вообще я считаю что мы находимся по уровню вот этого дела в россии где-то очень сильно внизу но типа да то есть я понимаю что это все какие-то вещи хотя с другой стороны ну начнем и мечу по смерть пошутить не можешь вы далеко да не из этих людей которые знаешь там сплюнь тьфу 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 там перекрестись да окей но если похоронить в каком-нибудь не знаю там в белом гробу например они в черном как всех но типа наверное это сколько с точки зрения забавно будет типа у меня товарищ если он говорит что когда он умрет надо чтобы сожгли смыли в унитаз пепел нормально вот так он читает вот они круто когда ты умрешь или что-то с но типа интересно вот допустим ты умер не же много разных теорий в разных религиях по разному что там происходит потом интересно вот по факту вот будет ли мне хоть какая-то связь есть ну когда я уже умру вот с тем что происходит сейчас в этой вас в нормальной жизни или нет потому что мне кажется что почему то что то эти все знаешь мне во сне пришел какой-то там вот покойник что-то там еще мне кажется просто выключать свет кстати смешно очень момент был про усови чему чтобы тоже пообщались вот вы как раз был там мероприятие было одно где он куда он приходил как спикер вот я не зря ему зала вопрос типа как ты борешься с волнением с каким-то вот когда ты там не заходишь там ли просто там волнуешься на сцене выступая перед людьми а ты знаешь что тебе надо там 20-30 минут свои выступить что ты как ты вот с этим борешься он сказал очень забавным забавную и очень действенную историю он думал он говорит я думаю о том что типа все это фигня все эти люди рано или поздно умрут типа да и мне неважно что они часто реагируют так или иначе на то что я там им рассказываю вот и собственно если думать о смерти так позитивно вот не так как учат там религия когда все там это боятся там типа собирают деньги а просто брат но поэтому-то люди и наверно самоубийством жить заканчивать это же просто решился вопрос в целом для тебя смерть не страшно то не хотелось бы план еще какие-то есть но это начался смысл этого бояться если это неизбежно вот не хочется завтра под машину попасть естественно типа это как что так что да это также неизбежно как например то что то что я вот буду спать скорее всего вот ну даже если сегодня не лягу спать вдруг но там через пару дней точно установить в туалет и пойду точно сегодня так ну типа учет с этим не сделаешь смысл переживать по поводу вопросов на как который ты никак не может повлиять